Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Немножко нарушу порядок расписания бесед об основах веры. Не без удовольствия, потому что строго следовать расписанию противно человеческой природе. А я ему следую уже больше года, и примерно сколько мы прошли? Ну, где-то с четверть, на самом деле, то есть еще три года, и курс закончится. Правда, внутри него есть раздел о церковной истории, который абсолютно потенциально бесконечен, но и мало кому нужен. Историю надо делать, и не изучать. Тем не менее, вне очереди, во-первых, для развлечения, во-вторых, на самом деле, задали вопрос, который может быть значительно важнее, чем вопросы о обрядах, догматах и так далее. О сексе. Ну, видимо, это то, что относится к разделу брак, христианское отношение к любви и браку. Или просто к браку. Ну, спрашивают, конечно, о сексе. Я не чувствую себя ни в малейшей степени специалистом, но точно так же я полагаю, что специалистов на эту тему вообще нет. Такой-то жизненный опыт у меня все-таки есть. Почти полвека в браке. С другой стороны, достигнув 66 лет определенной степени отстраненности, не от брака, конечно, но от секса. Может быть, с этого и начать. Дело в том, что меня в свое время потрясла сцена в романе Людмилы Улицкой «Казус Кукотского», где медичка устраивается лаборанткой в какую-то лабораторию или при кафедре медицинскую. И там ее склоняет к сожительству, причем в каком-то довольно неприглядном виде, заведующий лабораторией пожилой, очень пожилой, то есть где-то за 80 джентльмен. Описано женщиной. И когда это читаешь, ты чувствуешь себя виноватым за всех мужчин сразу. Что если мы, мужики, на такое способны, то есть не то, что мы способны в 80 с хвостом лет изнасиловать женщину, потому что это изнасилование, пользуясь авторитетом, пользуясь доминирующим положением в качестве работодателя и начальника, от которого зависят будущие карьеры, это изнасилование, безусловно. И после этого, ну ведь мужчины очень часто говорят о том, вот спорят, кто из них более сексуально активен. И быть сексуально активным в пожилом возрасте считается нормальным. А я совершенно не уверен, что это нормально. Причем там двойной стандарт, разумеется, что мужчина, которому за 80, это нормально, если он продолжает быть сексуально активным, а женщина, если сексуально активна за 80 лет, то это какая-то, ну совсем дичь и патология. И тут первый ответ на эту проблему, мне кажется, интересный. Первое, на что надо обратить внимание. Упражнение. Существует аскетизм. Аскетизм как упражнение добродетели. А существует спорт, или, может быть, лучше сказать, даже все-таки антиаскетизм. И вот это у Лицкой в этом эпизоде чрезвычайно хорошо показано. Я даже не очень понимаю, какие художественные средства она использовала, но там одновременно и гадко, и мерзко, и ты понимаешь, что вот она права. Что этот насильник, он не с бухты барахты вдруг, о, симпатичная девушка. Он просто механически, как робот, ставит своей задачей овладеть любой женщиной, которая находится в пределах его досягаемости. Он таким образом держит себя в форме, поддерживает свое самоуважение и много чего еще. Для него это не любовь, для него это не эротика, это действительно механический процесс. И это особенно пакостно в этом эпизоде. Это очень много говорит о патриархальном обществе. И здесь важно понять, что во многом наше сегодняшнее отношение к сексу определяется сексуальной революцией, которая произошла, ну, в общем, с конца XIX века. У этой сексуальной революции несколько черт, но есть один общий знаменатель, как у других революций. Революциями в западной традиции принято называть то, что является рывком вперед, а вперед – это к большей свободе, от порабощения, от подвластности, от доминирования. И поэтому сексуальная революция – это прежде всего рывок вперед, уход от доминирования мужчины над женщиной. Это важно понимать. Это не просто освобождение мужчин. Прежде всего сексуальная революция – это освобождение женщин. Поэтому ее, может быть, самый важный маркер – это противозачаточные средства. Потому что ни в чем так не проявляется господство мужчины, как в превращении женщины в детродельную машину. Она же и стиральная, она же и кухонный комбайн. И когда у женщины появляется возможность выбирать, иметь детей или делать карьеру, служить человечеству, как Мария Складовская, кюри, это ее выбор, это не мужской выбор. Так что очень часто мы смотрим на противозачаточные средства, прежде всего, как на мужскую сферу. Но нет, это прежде всего речь идет о женщине. И тогда мы оказываемся перед лицом того, что в современной церкви отношения к противозачаточным средствам разные. Католики, Рима-католики категорически против, но помалкивают об этом публично, то есть не требуют законодательно запретить пилюли и призывативы. Но в школах, чтобы их не было. А во многих странах в школах ставят автоматы для предотвращения ранних беременностей. У протестантов ближе к Рима-католикам, не у всех. У нас, у православных, сущий бардак. И в данном случае бардак – глубоко позитивное явление. То есть это остается на усмотрение даже не священника, а самих людей. Вам решать. У нас ничего такого не написано. И мне кажется, это очень разумно. И важно понимать еще один момент, второй элемент вот этого освобождения. Причем эту свободу, разумеется, многие именно верующие христиане говорят, какая же это свобода? Это распутство. Имея в виду именно женское распутство, между прочим. Мужское распутство, которое господствовало и по сей день господствует, как-то выносится за скобки. Оно свое. Вот когда женщина вдруг обретает свободу, это вызывает просто штыки. в тюрьму, просто-напросто. Родила вне брака, ребенка отобрать, само в монастырь. Извините, это было еще в конце 40-х годов, в 50-е годы кое-где. В цивилизованной Европе, как принято говорить. Но это же кошмар. И дети, кстати, умирали в таких приютах, куда их отдавали. Внебрачных, как бы. У Бергмана есть замечательный фильм на эту тему, кстати. 48-го года. Так вот, возвращаясь к сексу. Сексуальная революция отделяет секс от деторождения. Это связано с падением рождаемости? Нет, не связано. Достаточно сказать, что в США уровень деторождаемости остается очень высоким, хотя там свобода доступа к противозачаточным средствам абсолютная. Да и с абортами нет проблем. И тем не менее, многие римокатолики и в Европе, и в США не пользуются противозачаточными средствами, не делают абортов, за что им честь и слава. То есть, все нормально. И тем не менее, рождаемость и там сокращается. То есть, используют естественный, так называемый способ предотвращать зачатие. В средние века это не очень использовали. Этот способ основан на менструальном цикле, или точнее, на эволюционном цикле, когда яйцеклетка наиболее способна к оплодотворению. Цикл не дает совершенно стопроцентной гарантии, но все-таки лучше, чем ничего. И оказывается, что зависимость между рождаемостью и ее снижением или повышением чрезвычайно проста. Образование. Чем образованнее женщина, тем меньше она рождает. Есть еще одна интереснейшая зависимость. Она тоже, видимо, относится к сексуальной революции, но эта зависимость проявилась значительно раньше. И еще в XII, XIII, XIV веках в Европе оказалось, что чем человек богаче, и чем он выше по социальной лестнице, и, соответственно, чем он более грамотен, кстати, и чем он более свободен, тем позднее он вступает в брак. Вот я вступил в брак, мне было 19 лет. И это очень характерно для тоталитаризма. Люди, лишенные свободы и лишенные больших перспектив и вообще каких-то перспектив, они в этом смысле ну немножко легкомысленны. Я не планировал свою жизнь, там нечего было планировать. Все определялось не мной. И это было жизнь в ищете до гроба. Да. А теперь мои дети, уж тем более мои внуки и внучки, вряд ли выйдут замуж раньше, чем в 25 лет, а скорее всего после 30. Это хорошо, это нормально. Там есть свои проблемы, но все-таки это скорее нормально. А ведь пик сексуального влечения биологически он приходится, извините меня, на, ну скажем так, от 14 до 18 лет. Человек начинает в этом смысле стареть с 22 лет. То есть ровнехонько совершеннолетие, как это принято во многих странах Европы. Но биологически, биологически, да, а духовно, человек, существо, которое призвано жить дольше, чем это биологически предписано, с растянутым, очень растянутым периодом созревания и взросления, потому что мы созданы для вечности. Наверное, это не самое лучшее введение в тему христианского отношения к сексу. Но что делать, приходится начинать издалека. Значит, первое, что надо сказать, первое, что христианское отношение к сексу прямо связано с общей культурой. Это отношение разное в разных христианских традициях. Это отношение не догматизировано, то есть нету какого-то догмата, какие позы, или целебат, или безбрачие. Это отношение прямо связано с самой сутью веры в Христа как освободителя и спасителя, того, кто возвращает людям человечность. И то, что важно помнить, задающим такой вопрос. Когда мы обсуждаем эту тему, мы практически всегда обсуждаем ее мужчина с мужчинами. И в этом наша слабость. Женщины никогда не спрашивали меня о том, как христианство относится к сексу. И правильно делают. Была такая чудная русская пословица, я ее встречал, Иван Андреевич Крылов, она, кажется, вышла уже из употребления, как и слово «кукука», которое обозначало когда-то кукушку, но взрослую кукушку, а сейчас что-то только с уменьшительным суффиксом осталось. А звучала она так. «Ночная кукука, дневную перекукует». В том смысле, что ты по пяру там разглагольствуй про нормы, а жена ночью все равно поставит на своем. Это не означает, что женщина, жена сделает лучше. Нет, совершенно нет. Огромное количество трагедий внутри семьи и далеко не всегда преступник. Муж очень часто жена. И угнетение не оправдывает здесь в данном случае часто насилие. В браке бывает изнасилование мужем, но бывает изнасилование женой. Жизнь намного сложнее, чем это подается в гламурных журналах. Надо быть готовым ко всему. И в основном здесь образование сводится к разрушению стереотипов, предрассудков. Норм, которые мы считаем, что это вот нормально, на самом деле это все очень и очень условно. Современное общество дает огромный уровень свободы в сфере сексуального поведения. Эта свобода очень часто, особенно в России, не сопряжена с просвещением, с просвещенностью. В России вернулись к временам полного тоталитаризма и в сущности нету сексуального просвещения в школах, оно запрещено. Это очень плохо. Это просто безобразие. И вот с учетом всего этого, значит, первый, кто должен вам сказать христианское отношение к сексу, во-первых, человеческое отношение к сексу, и первое, это ваш любимый человек. С ним поговорите. Но здесь и начинается главная проблема. Потому что сексуальная революция, она началась прежде всего не тогда, когда изобрели презервативы и пилюли. Нет. А когда начали говорить с любимым человеком о сексе. Когда сексуальная жизнь вошла в сферу коммуникации. Вот это действительно рывок вперед. Но давайте поучаствуем в этом рывке. Я не думаю, что я буду подряд прямо на эту тему говорить, потому что, собственно, большой срочности нету. Но спросили. Так что я закругляюсь. И так больше обычно он и говорил. Всем Божьих благословений. И помните, что в Боге можно все, но не все в Боге. И определить это мы не можем монологом. Только триангуляцией. Археологи, геологи, топографы знают, что для того, чтобы точно сориентироваться на местности, нужно три точки. Построить треугольник. Недостаточно одного азимута. Треугольник. Это называется триангуляция треугла. Так вот, для раздового ромосекса, для какого-то приведения своей интимной жизни в чувства, недостаточно Бога, недостаточно священника, как некоего, но не представителя Бога, но по крайней мере человека, который ориентируется в тексте, в традиции и так далее. Важен второй человек. В одиночку. Вы тут многое не поймете. Поэтому учитесь говорить с любимым человеком. По моим наблюдениям, в России, ну и там, где говорят по-русски, к сожалению, именно вот этого не умеют. И первая проблема в сексуальной жизни это язык. Учиться говорить. Все. Всего доброго. С Богом. С Богом.